коллеги здравствуйте рад приветствовать вас на нашем очередном вебинаре надеюсь что меня и слышно и видно если да поставьте плюсики чтобы я понимал что что все в порядке ну сейчас пока пока вы пишете да уже уже появилась слышно все спасибо коллеги ну сегодня у нас такой день праздничный поэтому не могу удержаться от того чтобы не поздравить всех всю женскую часть нашего сегодняшнего семинара сам наступающим праздником желаю вам всем радости от чувства исполненного долга я убежден те кто сегодня здесь и здесь с нами это люди как минимум ответственные весеннего настроения ну и такого приятного что ли чувство вдохновения ну и чтобы она конечно помогала вам профессиональной деятельности тему которой мы с вами сегодня затронем она достаточно как у нас сейчас молодежь говорит хайповая это про профессиональное самопределение поколения z это молодые люди собственно сегодняшние старшеклассники и те кто становятся студентами вот про то есть ли какие-то у них особенности и нужны ли для никаких для них какие-либо специальные средства для того чтобы помочь им вот в их профориентации коротко отвечу что похоже что да и сейчас будет более длинный ответ я обосную почему да и собственно каким образом ну давайте познакомимся меня зовут кузнецов кирилл геннадьевич я являюсь руководителем отдела профориентации центра тестирования развития гуманитарной технологии я специалист по профориентации в этой теме уже давно уже 20 лет и больше 10 лет работаю уже в центре гуманитарной технологии где которые разрабатывают как раз профориентационные технологии их опробируют внедряют наверное многие из вас уже знакомы с нашими разработками коллеги значит для того чтобы мне с вами познакомиться напишите пожалуйста вот в чате из какого города и должность можно еще добавить учреждения допустим учитель технологии и какое учреждение может может быть город чтобы я как-то тоже на это ориентировался и наше с вами знакомство было полноценным немножко про регламент расскажу значит я предполагаю где-то минут наверное 40 может быть чуть больше такого больше лекционного вещания то есть я буду больше говорить больше больше монолог и дальше мы оставим с вами минут 20 на вопросы может быть опять же чуть-чуть побольше может быть 30 если у вас будет много вопросов я призываю вас всех эти вопросы задавать чем тем эффективнее будет наша сегодняшняя встреча чем вы активнее в нее включитесь и если вы что-то видите у вас есть какой-то комментарий или вопрос смело его пишите в раздел вопросов я постараюсь все ваши комментарии вопросы не упустите собственно говоря ответить ну вот я вижу вы уже пишите очень приятно география как обычно у нас достаточно большая курская область ростовская область педагог психолог курская область тьютер методист учитель технологии владимирская область надежда суслова тамара очень приятно руководитель интернет-журналистика малая академия наук севастополь очень приятно учитель технологии наталья растунцева из екатеринбурга екатерина миронова за школьной библиотекой петропавловская мчастка екатерина у вас там наверно уже глубокий вечер рязань на или кузнецова добрый день да тоже рад вас приветствующие технологии коллеги видите да видите еще наталья викторовна учитель географии начальных классов интересно так хабаровский край наталья викторовна так наталья растунцева пишет у всех плохой звук это не только у меня других комментариев нет похоже что нужно посмотреть у вас динамик коллеги представленность очень большая не только учителя не только учителя технологии у нас сегодня но и видите 4 начальных классов и так далее но коллеги я все-таки скажу что я поскольку специалист по профориентации я буду говорить именно про профориентационный компонент и мне сложно будет говорить про там предметную наполненность технологии там и так далее также я расскажу нашу о нашей разработке это учебные пособия для 8 9 10 11 классов которые но на мой взгляд были бы очень полезны для школьников этих классов для помощи им в профессиональном самопределении собственно говоря я я сейчас расскажу как но фокус нашей сегодняшней беседы он будет вы знаете как раз уж мы с кс начали говорить про поколение за это вот на этом на вот этим поколение ну все слышали наверняка слышали да вот про поколение игреков миллениалов по-другому их называют иксы да за это слышали вообще про это про про такое такую поколенческую теорию что он существует и что они реально отличаются ну наверняка слышали и слышали я убежден сейчас я попробую открыть вкладку значит коллеги я сейчас начну говорить про эту про эту коленческую теорию начну я с литературы которая могла бы углубить знания тех кому кому интересно эта область а вы пока может быть напишите если у вас есть какой-то комментарий по поводу вот этого этой теории поколений что да про нее знаю отношусь скептически либо знаю это действительно так поколение z очень 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 особенное и надо нужно к этому внимательно относиться либо это поколение про нее ничего не знаю дети как были и такие есть ну вообще напишите напишите какой-то комментарий по этому поводу ну а я пока я пока начну значит вот эти четыре пункта как я уже сказал могут помочь в освоении если кому интересно именно поколение z это исследователи в основном это журналисты которые пытались как осознать кто же такие эти z и чем они друг от друга отличаются самое первое самое интересное но американская книжка переведен на русский язык колени z на работе как найти с ними общий язык это отец и сын которые совместно писали книжку и вот писали на право все свои особенности наверное это самый интересный из этого труд есть две статьи вот одна на рбк вторая на форбс тоже не безинтересным можно на них посмотреть и четвертое исследование бостон консалтинг групп массовая уникальность глобальный вызов борьбе за таланты это исследование 0 доступно для скачивания но бесплатно посвящено тому как же будут себя вести и вообще какие стоят глобальные вызовы перед экономикой мировой экономикой как себя будут вести вот новое поколение значит сразу расскажу про наши книги вот они 8 9 10 11 класс созданы они с учетом этих особенностей поколение z которые опять же которых я вот так долго вводно говорю о которых я буду говорить дальше вам в своем в своем докладе подробно каждую книжку мы сегодня разбирать не будем я раз расскажу лишь кратко каждый комментарий как мы учитывали вот это вот поколенческие поколенческие особенности сразу во все сразу во всех книг так есть комментарии идут учиться на что хватает баллов аттестата после 9 класса их не интересует профессии как таковая лишь получить бумажку иван интересный комментарий напишите может быть это именно сегодняшнее поколение интересует либо это было и раньше наталья викторовна слышал на плохо освещено в информации но сейчас расскажу тамара заинтересовал пункт 4 слава анатольевна цифровое поколение да 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 и его так и называют сейчас я сейчас я об этом расскажу начну все-таки сначала как совсем кратко расскажу про теорию поколения и создатели это вильям штраус и наил хоу там есть четыре это вообще теория поколения включает себя и цикл из вот таких вот скажем явлений да которые называются подъем пробуждение спад кризис и каждое поколение оно в общем то входит в каждое вот вот из этих вот эпохальных каких ну эпох даже можно так сказать значит чем они интересны штраус и хоу они исследовали на поколение в соединенных штатах с 1500 какого-то пятнадцатого года и по сегодняшний день и увидели некоторую цикличность что в принципе история идет циклично и каждый раз там новое поколение вот примерно одни и те же вызовы какой-то какие-то решает ну вот сейчас здесь коротко описано тех кого заинтересует именно вот такая теория поколений можете посмотреть в интернете там довольно много информации про это есть она очень интересна она немножко в сторону от нашей сегодняшней беседы но тем не менее именно они являются авторами поколение x именно они начали говорить о миллениалах вот поколение игрек кстати говоря эти авторы делали ставку на поколение игрек они говорят что это будут те люди новые люди которые смогут решить вот на сегодняшние сегодняшние вызовы и цивилизацию продвинуть вперед достаточно сильно значит вот те даты которые стоят в скобках это не дата рождения а когда люди этого поколения входили в совершеннолетие ну и собственно начинали как-то влиять на на жизнь общества значит вот здесь если говорить по датам рождения вот у нас поколение x y z когда вот собственно говоря так здесь здесь ошибка здесь ошибка да поколение z 2 тысяч на девятнадцатый год поколение y это позже да здесь не совсем верно не совсем верно написано поколение игрек это по двухтысячный а поколение икс шестидесятого по семьдесят девятый год рождения. Поколение Х с 60-го по 79-й, поколение Y с 80-го по 2000-й, поколение Z, вот наше интересующееся сегодня поколение, это с 2000-го по 2019-й год рождения. Значит, о чем говорили авторы этой теории поколения? Это очень пожалуй, что интересно. И, наверное, про это, наверное, на это и стоит делать основную ставку. Что мне понятно. Это даже согласуется с нашей культурно-исторической парадигмой, культурно-исторической теорией психологической. О том, что очень сильно влияет на жизнь человека в будущем, то в каком обществе он родился и вырос. Вот, например, поколение Х, его еще называют потерянным поколением. Если говорить про Россию, это те, кто родились с 60-го по 80-й год, 60-го по 80-й год, и эти люди, которые в детстве им говорили что-то одно, когда они родились в Советском Союзе, ну и я, я отношусь там к этому поколению. И была какая-то одна парадигма. В 90-е годы, когда мы вошли в активную какую-то жизнь достигли совершеннолетия, это стало, совершенно все изменилось, оказалось, что все совсем не так. Вот, история немножко как бы в обратную, и очень много было каких-то открытий, и очень все сильно поменялось, и рынок труда существенно поменялся. На что мы делали ставку тогда? Вот представьте себе, я когда выбирал свою профессию, там я когда был в школе, в начальных классах, это было советское время, это был некоторый один образ, о котором многие говорили. И через 10 лет, через 15 лет все настолько сильно изменилось, что мы оказались в прострации, мы не всегда понимали, что делать, но мы еще тогда, может быть, этого не понимали, это я сейчас ретроспективно понимаю, как тогда это все происходило в 90-е, в 90-е годы. Вот, поколение Y, это те, кто уже родились в конце самого Советского Союза, поэтому практически не застали вот того, той части, и росли уже в духе свободы, ну, в нашем таком, в нашем понимании, без железного занавеса, когда уже была глобализация, то есть, когда уже можно было смотреть за границей, печатать, смотреть прессу абсолютно там всех стран, ну, и так далее. Кроме того, появился интернет, там в конце 90-х годов, и мы стали какой-то частью глобального мира, и эти ребят, которые родились, поколение Y, которые родились в конце, в конце 80-х, начале 90-х годов, вот, они уже видели только это, по большому счету, без того опыта. Поколение X еще называют, знаете как, последнее поколение, которое имело опыт, скажем, без интернета, которые жили вот в том мире, и которые сейчас живут, то есть, свидетели того времени, и которые сейчас живут вот в этом мире. Это довольно интересно, потому что сегодняшние дети, они родились вообще, вот, поколение Z, в 2000-х годах, они родились с планшетом в руках, и мыслят несколько иначе. А вот насколько иначе, вот, вот, в том-то и вопрос. крупные консалтинговые компании отмечают, что если не учитывать особенности поколения Z, а они сейчас активно начинают выходить на рынок труда, то есть шанс компаниям упустить и много возможностей, и фактически, может быть, перестать существовать если не понимать этих людей, особенно этих людей, поэтому консалтинговые компании занимаются изучением этих особенностей тоже. Наталья Викторовна, да, вот пишет, обидненько, потеряны, да, ну вот, так называют, так называют поколение X. Иван, в СССР естественно не было, такого естественно не было, люди были одержены идеями труда и построением светлого будущего, сейчас нет национальной идеи, их ничего не интересует, человек труда, рабочая профессия, теперь нет престижа, все хотят сидеть в офисе и получать большие деньги. Ну, может быть, у вас такой, Иван, достаточно эмоциональный комментарий, я, наверное, остановлюсь на том, что действительно все было очень по-разному, и вот те, кто в советское время получили образование школьное, может быть, даже профессиональное, в 90-е годы оказались в совершенно иной ситуации, в которой приходилось, пришлось подстраиваться, и сейчас заново приходится подстраиваться, вот, и это, в общем-то, непросто, отчасти поэтому называют и потерянное поколение. Иван, у вас есть достаточно такая негативная, может быть, характеристика, я бы все-таки опасался говорить только о такой меркантильности, я даже такую вещь скажу, которая, может быть, многим не понравится. Вот, по-настоящему, вот, когда я начинаю разговаривать со школьниками, я много работаю со школьниками в проформиниционном направлении, в том числе в индивидуальной консультации, я начинаю там как-то копать, на поверхности мне всегда скажут, что деньги. Это самое важное и в плане какой-то работы. когда я начинаю копать, то оказывается, там за этим стоят более, довольно часто более глубокие ценности, о которых дети с большей опаской говорят. Ну так вот, что я хочу вам сказать. Достаточно часто, как я вижу, дети повторяют мнения родителей. Это родители им говорят, сам они работают, должны работать, работа должна приносить деньги, 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 деньги. Но дети поняли, что об этом говорить принято, об этом говорить, их научили, что это правильно, вот они это дело воспроизводят. А как они на самом деле думают, вот тут вопрос, и эта палитра значительно больше. Так, Иван, многие заводы в провинции закрыты, работать негде, ни сварщиком, ни станочником. Ну, это правда, да, рынок труда, он существенно поменялся и продолжает меняться, в том числе и в производстве. Итак, первое, о чем мы должны сказать, когда мы говорим о сегодняшнем поколении, это цифровой мир, что мы должны иметь в виду. Эти ребята, с которыми мы с вами имеем дело, все школьники, они все относятся к поколению Z, они привыкли к тому, что у любого явления есть цифровой след. Понимаете, как любой физический объект, люди, места, все имеет цифровой эквивалент. Для поколения Z реальный цифровой мир естественным образом переплетены. У них есть практически у всех аккаунтов в социальных сетях и даже ни в одной социальной сети. И могут быть разные социальные сети для разных задач, которые они могут еще к тому же менять. Каким образом это влияет на нашу работу и в том числе на наше пособие? А вот видите такая сносочка, по словам 91% представителей поколения Z, уровень технологической сложности компаний существенно влияет на их решение в ней работать. Это означает, что и пособия наши, хоть это и книга, мы должны как-то технологически постараться оснастить. Каким образом мы вышли из этого положения? Часть наших упражнений, вот все, что касается рынка труда, мы даем задания, где они должны зайти на сайт какой-то, например, headhunter.ru, работа.ru и так далее. Другие инструменты, которые позволяют в профессиональном самоопределении на наш сайт, например, proporientator.ru и выполнить там какое-то задание. Понимаете, да? То есть вот это наше пособие, оно должно быть естественным образом тоже иметь свой цифровой эквивалент. И оно и имеет свой цифровой эквивалент. Более того, и на сайте просвещения тоже сейчас создается страничка для поддержки этого пособия. Для того, чтобы ребята не только в рабочих тетрадочках наших что-то там писали, но и дальше проходили какой-то тестик онлайн на сайте proporientator.ru, посмотрели об этой вакансии, об актуальной, сегодняшней, в сегодняшнем регионе на сайте headhunter и там же посмотрели аналитику. Там интересная аналитика, достаточно доступная для старшеклассников, для старшеклассников тоже. Так что вот таким вот образом мы совмещаем такой реальный и цифровой мизок. То есть мы это должны использовать и в обучении в том числе. Вот таким образом мы это делаем. Дальше. Высокая степень персонализации. Это тоже такое очень интересное явление. Поколение Z упорно трудится над поиском и созданием собственного имиджа. Их способность персонализировать все, что их окружает, произведает впечатление глубокого понимания их поведения желаний. От названия должностей до путей карьерного роста степень персонализации только растет. Что это для нас означает? Это стандартная учебная программа, которая направлена на всех. Сегодня мы изучаем это и какой-то стандартный прием для всех. Он будет не очень хорошо работать. И это тоже мы учли. Смотрите, какие интересные данные. 57% поколения Z склонны скорее сами составлять перечень своих должностных обязанностей, чем получить в компании их стандартный вариант. Представляете как? То есть они, эти ребята с трудом будут вписываться в какую-то жесткую должность. Их интерес будет создавать эту, может быть, даже новую должность. Значит, коллеги, то, что я сегодня говорю, это касается не только Российской Федерации. Это некоторый такой мировой тренд. Мы сейчас в некоторой степени зависим нашей страной от глобальных трендов в том числе и выходим на некоторый глобальный рынок труда в том числе. У нас есть компании зарубежные, которые открывают и офисы у нас, и производство у нас. Есть компании российские, которые открывают офисы за рубежом. Есть множество компаний, которые что-то делают здесь и продают там. Там есть компании, которые делают что-то за рубежом и продают у нас такое. То есть Россия, в общем-то, несмотря ни на все, сейчас в некоторое вписано в некоторую глобальную экономику и в глобальный же рынок труда. К нам приезжают трудиться из-за рубежа. И наши ребята тоже трудятся за рубежом. Не надо чинить этому какому-то естественному процессу препятствия такие какие-то жесткие. Нужно привлекать их больше, самых-самых лучших, но не надо их останавливать. Толевая миграция – это хорошо, это позволяет компетенции, улучшает свои компетенции. Вот так. Если про наше пособие сказать, что, как мы это используем. По большому счету, в конце каждой тетрадочки каждый ребенок рисует свою собственную, фактически, свой собственный график, свою собственную траекторию. Там есть такие диаграммы, где они отмечают. У него получается некоторый уникальный набор его каких-то особенностей, которые он может использовать. То есть вот эту персонализацию мы тоже постарались использовать, насколько это было возможно. Так, от Тамары есть комментарии. Конфликта поколений не будет, если принимать новые, правильно преподносить про память. Есть удобные тезисы при субъективной аргументации. Если зетовцы чувствуют партнерскую сферу, возраст не имеет значения. Медисреда плюс командная работа на единую цель, процесс взаимобмена. Мы нужны друг другу. Вы знаете, Тамара, я с вами соглашусь. Действительно, мы очень можем быть полезны друг другу. И не хотелось бы говорить о конфликте поколений, а о том, чтобы действительно мы были полезны друг другу, и процесс взаимообмена был бы правильным образом налажен. Но вот для этого, в частности, я и подготовил сегодняшний доклад. Так, перейдем к следующему пункту. А вот это тоже очень новое и, в общем-то, интересное явление. Все аналитики утверждают, что это будет продолжаться. Чем дальше, тем больше. Ну, посмотрим. Это называется совместное потребление. В крупных городах это развито сейчас достаточно активно. В небольших городах гораздо меньше. Это так называемая куберизация экономики, если хотите. По сути, вот сейчас я даже знаю, если говорить про Москву, людей, которые отказываются от собственного автомобиля, используют карширинг, потому что это дешевле. То есть можно взять автомобиль в аренду. Ну и дальше. Можно не покупать что-то, а взять в аренду на то время, которое тебе нужно. И интересно то, что эта куберизация, она же еще и про некоторую экономичность потребления. Ну, то есть зачем покупать каждому по автомобилю, когда можно, ну, грубо говоря, купить коллективный автомобиль и пользоваться им, ну, не знаю, по расписанию. Ну, а в данном случае это можно делать через приложение. И это же и про экологию в том числе. То есть не нужно делать чего-то. Ну, вот это уменьшает, допустим, количество выбросов. Ну, то есть такое вот совместное потребление. И это делает экономику более бережной. И вообще отношение к вещам может быть такое. В некотором смысле более бережное. В том смысле, что не закупается их очень-очень много. И не производится их, нет перепроизводства, что ли. Это может очень существенным образом поменять экономику на самом деле. Сейчас уже даже автомобилестроительные заводы в этом смысле начинают перестраиваться, как мне рассказывали. То есть сами начинают играть на вот этом рынке каршеринга. Это же касается и такси, это же касается и жилья, это касается и других товаров длительного потребления. И этим эти ребята могут существенным образом отличаться от предыдущих, может быть, даже поколений. И это такой достаточно интересный вызов, как мне кажется. Что тут можно отметить, что эти ребята, вот видите, утверждают, что и отношение компании к обществу влияет на их решение там работать. Насколько компания будет бережной. И это может немножко и затормозить экономику. И в этом смысле чуть-чуть социализм наступил, о котором мы долго говорили. Вот такой вот неожиданной стороной он повернулся. И даже сейчас имеет такое воплощение через такую совместную экономику. Как будут развиваться события, здесь очень сложно сказать. Но такое бережное отношение имеет под собой серьезную основу. Только вчера я читал данные про экономику. Вы знаете, что наша сегодняшняя экономика, она в основном, в общем-то, зависит от экспорта нефти, газа, металлов и так далее. Но вот если брать нефтегазовую составляющую, там по разным оценкам, ну все равно она достаточно большую долю составляет. Ну так вот, эта доля будет падать к 30-му году, к 35-му году. Она может упасть на 40%, а дальше упадать чуть ли не в арифметической прогрессии. А будут в это время жить вот эти вот ребята. То есть они активными будут в это время на рынке труда. И им придется решать эти проблемы экономики и совместного потребления, и создания чего-то нового, и отношения, и к экологии в том числе отношения. Потому что это совместное потребление, это и про экологию в том числе. Понимаете как? Так, вот, это такая некоторая особенность. Некоторая особенность. Да, коротко добавлю, что это касается сегодня уже даже и бизнесменов. Я так слышал, что сегодняшние бизнесмены, новые бизнесмены, очень высокого уровня достатка, это айтишники, как правило. Вот, они уже, допустим, не склонны покупать себе какой-то там самолет. Вот, а они уже его используют, опять же, как-то совместно, то есть заказывают себе. Но там летать нужно и удобно летать как бы каким-то джетом, который по твоему расписанию работает. Я имею в виду очень-очень-очень богатых людей. Вот, при этом они арендуют, да, самолет. И есть даже такие новые проекты, которые организуют совместное потребление вот таких вот очень-очень дорогих, вот, например, очень дорогих продуктов, вот, например, как собственный самолет, собственный бизнес-джет. Его тоже сейчас можно в Шеринг купить, либо какую-то виллу. Тоже можно арендовать очень какую-то, очень дорогую. Вот это интересное явление. Значит, последнее, о чем я хочу сказать вам, если говорить про характеристику сегодняшних ребят, вот этого поколения Z, это явление, которое называется «Сделай сам». Это тоже, может быть, немножко новый, немножко вызов для нас, для учителей. Почему? Еще там лет 20 назад мы, войдя в класс, мы были некоторым носителем знания. И его передавали школьникам. Сегодня просторы интернета позволяют это знание получить очень быстро, очень просто. И они могут залезть в Википедию, и наш где-то даже поправить. И очень быстрый доступ информации. Ребята уже не всегда воспринимают, может быть, учителя как такого человека, который все это знает. Может быть, как эксперта в своей области, который там что-то расскажет, сделает какие-то выводы, и это, наверное, будет самое интересное. А вот факты, их легко можно будет посмотреть в интернете. Ну и теперь самое интересное. Для того, чтобы чему-то научиться, вовсе не обязательно сейчас обращаться к учителю, вообще обращаться к кому-то. Ты можешь найти это в интернете и научиться, в принципе, чему угодно. Есть очень много самоучителей, там, о игре по гитаре. Они и раньше были бумажные, помните? Сейчас все это есть на роликах YouTube, и люди учатся таким образом. Это не означает, что мы с вами будем не нужны. Нет, мы будем теперь уже как специалисты по мотивации. Мы и раньше нужны были учителя как специалисты по мотивации. И теперь специалисты по мотивации, по коммуникации, уметь организовать ребят для того, чтобы они что-то делали. Уметь замотивировать ребят, чтобы они изучали, чтобы соревновались друг с другом. Для того, чтобы они повышали свои какие-то навыки, свой какой-то уровень. Но уже не просто передача знаний, это уже отходит все больше и больше на второй план, и доля самостоятельной работы повышается. И вот это тоже довольно интересно, потому что если я сейчас спрошу вас, например, как вам кажется, самостоятельно ли эти ребята сегодняшние, ну, не знаю, как вы ответите, можете даже попробовать прокомментировать. Обычно учителя, с которыми я разговариваю, говорят, что нет, как бы чудовищно не самостоятельная. Но сегодня вот это вот явление самостоятельности становится центральным в профориентации. Опять же, оно и раньше было все актуальное и актуальное, и столько всего происходит. Изменения просто очень большие. И теперь каждый, может быть, остается в итоге сам с собой, и сегодняшние наши ребята тоже, и должны иметь самостоятельные критерии для выбора, и должны уметь решать вот эти вот проблемы, уметь решать эти задачи. И мы должны их учить быть самостоятельными. И в профориентации в том числе. Чуть ли не наша основная задача быть, уметь быть самостоятельными. Наши пособия на это же ориентированы. По сути, они сделаны так, что любой школьник их может заполнить самостоятельно и сделать какие-то для себя выводы. Но не нужно просто раздавать их книжки, и пускай сами их там читают и приходят к каким-то выводам. Делайте вместе с ними. Может быть, даже где-то учитесь вместе с ними. Там в пособиях очень много отсылок на различные ресурсы, которые постоянно обновляются. Понятно, что книжку мы можем обновить только раз в год, а вот те ресурсы, на которые мы ссылаемся, они обновляются постоянно. И там есть актуальная информация. Ну, в частности, вот на нашем сайте профориентации.ру и в просвещении в том числе. Так что вот эта самостоятельность, и они к этому тянутся. И нам с вами, и в профориентации в том числе, нужно стараться эту самостоятельность не только поощрять, но и формировать. Так, здесь был какой-то комментарий от Дмитрия. Считаю, что нет никакого поколения Z. Есть плохо воспитанные молодые люди со сбитыми ценностными ориентирами. Прямое следствие внутренней политики и реформ в образовании ничего, кроме вреда, не принесших. Так, Дмитрий, нам очень сложно что-то с этим сделать. Я имею в виду, что вот реформы, то есть реформы в образовании, сейчас их поправить. Здесь, сейчас в издательстве, на этом вебинаре вряд ли мы это сделаем. Но, мне кажется, более конструктивно, может быть, поговорить о том, что же нам с этими ребятами, каким образом нам с ними выстраивать коммуникацию, выстраивать диалог. Если нет никакого поколения Z, то, видите, как плохо воспитанные молодые люди со сбитыми ценностными ориентирами все-таки есть. Из вашего комментария понятно, что раньше они были какие-то другие, если до реформ. То есть все-таки есть какие-то отличия сегодняшних ребят от предыдущих, опять же, если я правильно понял ваш комментарий. Соответственно, есть и поколения. Есть какие-то его особенности в этом смысле. Ценностные ориентиры – это большой и глубокий вопрос, который требует такого тяжелого-тяжелого. Осмысление и понимание. То есть ценность – это то, что мы приносим. Мы, взрослые, приносим ребятам. Они же не в вакууме живут, ребята. Они же от нас их как-то перенимают. И вот где здесь случился вот этот пробел сбитых ценностей? Вот это надо понять. И в чем там конкретно проблема? Ну, наверное, это требует все-таки отдельной какой-то беседы. Пряжников, кстати, говорил, что ценностно-нравственный выбор – это самый высший итог выбора человека, который принимает какое-то решение о том, чтобы сделать что-то на работе, либо не сделать что-то на работе. Вот это такой морально-нравственный, ценностно-нравственный выбор. Ну, и в конце концов, какую должность принять, чем заниматься на работе, как что-то сделать или не сделать. И, наверное, это высший какой-то уровень профориентации. И это с ребятами, конечно, можно и нужно обсуждать. По возможности, честно, насколько это возможно. Об этом есть целая книга у Николая Сергеевича Пряжникова «Методы активизации профессионального самоопределения». Она довольно-таки интересна. И вообще, можно эти публикации посмотреть, Николай Сергеевич Пряжников. Использована ли эта тема ценностей в наших пособиях? Весьма косвенно. Вот только потому, что действительно, здесь можно очень много наломать дров. Потому что если просто выйти к ребятам с нравоучениями, мы вряд ли с ними наладим какой-то контакт. Ну и пропасть только увеличится между нами. Так, Тамара Бонь пишет комментарий. «Ребята, сегодня интересные, амбициозные, но ранимые и закрытые. Коммуникация – слабое место». Вы знаете, Тамара, да, пожалуй, что правда. Ребята действительно достаточно амбициозные. У них есть это внутреннее сило. Я тоже это замечал в работе. Коммуникация – слабое место. И с этим я согласен. Здесь мы смотрим на цифровой мир. Этим ребятам иногда хватает пообщаться через интернет, понимаете как, нежели чем выстраивать коммуникацию вот как-то так лично. И это такое новое веяние. И они все это делают. Большинство ребят это делают. И может быть и попроще им становится, вот видите, сделать что-то самому. Ну то есть попытаться самому получить то образование, которое они хотят, нежели чем пытаться с кем-то выстраивать коммуникацию. То есть они становятся в этом смысле более интровертированы. Да, это, наверное, из-за некоторого цифрового мира. То есть если я сейчас еще долю, наверняка вы это знаете, какова самый большой канал, через который трудоустраиваются сегодня люди. Сразу открою секрет – это знакомство. Через людей, большинство нас с вами, трудоустраиваются сегодня. И вот все прогнозисты говорят о том, что доля интернета, она будет расти. И такая компания, как HeadHunter, она будет все больше расти и расти. Потому что все больше будут трудоустраиваться именно через интернет. И сегодня и собеседование проводится через интернет. И какая-то оценка тоже проводится через интернет. Вот сегодня такой прям, потому что это удобно, потому что это быстрее там можно сделать. В конце концов, это может быть даже и лучше. Потому что я читал исследования. Здесь это сейчас немножко будет. На следующих слайдах. Мне, кстати, нужно будет заканчивать. Сейчас буду ускоряться. Про то, что сегодня работодатели сталкиваются с проблемой найти квалифицированный персонал. Не могут найти квалифицированный персонал. Ну, просто нужен такой у человека, а нет его. Сложно его найти. А вот интернет, сегодняшняя глобализация позволяет это сделать. Вот у нас пока что это работает не очень хорошо, если говорить про Российскую Федерацию. Вот на этом слайде это написано. Это все Boston Consulting Group. Отдельно можете почитать. Очень интересное исследование. Ищется легко. В начале моей презентации там была ссылка. Вот здесь про человекоцентричность системы. Эту человекоцентричность в итоге они связывают и с экономической эффективностью. И с производительностью труда. И в конечном итоге в ВВП на душу населения. Такие важные показатели. Благополучие, благополучие страны. Если с образованием и с развитием, с постулированием, по крайней мере, там вместе Россия и Казахстан исследовались, с этим более или менее неплохо, со самостоятельностью осознанной может быть чуть-чуть похуже, то с мобильностью, компетенцией совсем нехорошо. Люди внутри страны перемещаются значительно меньше, нежели чем в других странах. Ну и так далее. Видите, низкая мобильность населения между регионами. 99-й, 140-й, ограничение поддержки, программ интеграции для мигрантов, ограниченные возможности для фрилансеров, для людей с неполной занятостью и прочее. И все это ограничивает даже в некотором роде производительность труда. И это тот вызов, который стоит под страной, тот, который она, вероятно, будет решать. То есть я прогнозирую, как специалист по профориентации, что доля фрилансов при тех тенденциях, при реализации сегодняшних трендов, она будет расти. И миграция населения внутри России тоже будет расти. Не только, скажем, в Москву или в Санкт-Петербург, в крупные города, но и в другие, по мере того, как будут основываться какие-то кластеры на чем-то основанные. Ну, там, не знаю, Краснодарский край, там, может быть, туризмы, сельскохозяйственные производства. Ну, и прочее сейчас не буду про каждый регион называть, долго, может, время не займет. В общем, это заложено в программе правительства, и это уже там отчасти как-то реализуется. Вот, вероятно, это будет расти. Это будет расти и с точки зрения образования. То есть ребята будут, может быть, даже чаще ездить и получать образование в разных местах, профессиональное образование. И еще интереснее, что они, возможно, переедут из, скажем, там, из Иркутской области, получать образование будут высшие во Владивостоке, и параллельно еще какие-то вебинары или даже, может быть, какой-то диплом от учреждений, которых находится в Санкт-Петербурге или в Нижнем Новгороде, есть на стажировке в это же время, там, я не знаю, куда-нибудь в Японию или в Южную Корею. Таким образом, становясь, в общем-то, достаточно, выходя на глобальный рынок труда. Коллеги, я сейчас уже буду совсем завершать и переходить к каким-то комментариям. Значит, немножко расскажу о рисках. То есть для ребят, которые, и для их родителей, которые понимают, что они остаются сами с собой в итоге и начинают понимать свою ответственность, есть риск столкнуться с неэффективными методами и либо с откровенным мошенничеством. Я об этом говорю на каждом вебинаре, и сейчас тоже хочу об этом упомянуть. Потому что есть по отпечаткам пальцев. Это нет, нельзя, это мошенничество. Об этом писала комиссия РАН по борьбе с лженаукой, что вот отпечаток пальцев прикладываешь, и тебе говорят, кем ты будешь, где ты будешь эффективен. Надевают еще нейрошлем. Нет, тоже, к сожалению, это не работает. Не покажут там ваши способности и не скажут, где, в какой профессии там вам работать. По гороскопу, к сожалению, тоже мы не можем на это ориентироваться, что если вы овен, то значит, вам лучше всего будет работать в этой профессии. Нет, нужно искать эффективные проверенные методы. Важна здесь репутация компании. Не используйте псевдонаучные методы, и об этом надо говорить и ребятам в том числе, и их родителям, чтобы они на это не попались. Так, любой системный метод, он будет находиться вот в русле вот этой вот системы. И наше пособие тоже находится внутри этой системы. Есть информация и обучение работать с этой информацией. В каком регионе, какие вакансии существуют, какова перспектива рынка труда и перспектива рынка образования. Нужно, чтобы эта информация для ребят доходила, и они умели с ней работать. Диагностика, конституционный подход, мы его так условно назвали. То есть нужно ребятам уметь понимать свои какие-то особенности, сильные и слабые стороны. Знать свои интеллектуальные способности, понимать свои интересы, называть их словами. Значит, ребята должны иметь возможность пробовать себя в тех или иных профессиях. Сегодня, опять же, через интернет это становится все более и более возможно. И в наших пособиях мы тоже это заложили, опять же, насколько это было возможно. Активизирующий метод – это попытаться, вот, ребят, заинтересовать темой выбора профессии. Что это интересно, что это важно в жизни каждого человека. А это признают все, что профессиональная деятельность важна в жизни человека. Этот слайд пропущу. Значит, есть сайт proforientator.ru. Это сервис, который мы разрабатывали, там и я в том числе. Здесь есть многие вкладочки. Есть вкладочка «Тесты», вкладочка «Профессии», вкладочка «Образование», вкладочка «Статьи». И там мы можем увидеть актуальную информацию по образованию, по профессиям и прочее. Более того, мы сейчас там систему фильтров такую разрабатываем, то есть там можно несколько поставить галочек, что ты хочешь от будущей работы, и вот тебе вылезает такая профессия. Вот, статьи регулярно мы обновляем, там все самое интересное, что касается профориентации, все это там можно почитать. Значит, есть и на сайте просвещение, вот сейчас вы видите в чате ссылки на ресурсы, которые тоже с этим помогают. Коллеги, буду сейчас завершать, как я обещал, оставлю время на вопросы, на комментарии. Так, вначале сейчас посмотрю какие-то комментарии. Так, Наталья Викторовна, надо просто принять их, найти подход к таким амбициозным эронимам. Ну, в общем-то, да, открыться не откроются, но после общения на некоторых действиях бросать нельзя. Вы знаете, Наталья, да, нужно с ними общаться, и не нужно от них требовать какого-то там самораскрытия, но стоит с ними откровенно разговаривать, да. Иван, а, ну это уже такая дискуссия, абсолютно право, реформа в образовании плюс развал промышленности привлекли к нынешней ситуации среди подростков. Не знаю, мне сложно комментировать, это касается экономики. Давайте все-таки смотреть, попробовать смотреть в будущее. Даже если вот вы, Иван, правы, что же делать с сегодняшним школьникам, как им вот в этой ситуации быть, что им выбирать, как им совершать выборы. Вот на этом, мне кажется, можно сосредоточиться. И если у вас есть какой-то по этому поводу комментарий, то будет интересно, напишите. Так, это раздел чатов, наверное, есть раздел вопросов, или вопросов нету, да? Вопросов нету, все в чате. Коллеги, ну вот у нас еще есть... Да, пишите свои вопросы, может быть, прямо здесь, в чате, если хотите, в раздел вопросов, можно прямо здесь, я буду как-то комментировать. Что делать школьникам, развивать свои компетенции? Здесь, наверное, и вопрос, и ответ сразу. Ну, компетенции настолько, настолько общее понятие, это тоже целого доклада, наверное, заслуживает, что такое компетенция, и что из этого стоит развивать, и какие компетенции стоит развивать. В принципе, компетенция – это все. Это умение быть эффективным в какой-то области, ну и, может быть, даже намерение. То есть, то, что помогает вам в какой-то деятельности, в той или иной. По сути, вот так, компетенция. То есть, этот набор компетенций, он настолько большой, там может быть. Вот каких именно компетенций? Это интересный вопрос, каких именно компетенций. По этому поводу много каких-то комментариев. Я, наверное, кратенько здесь скажу. Если говорить про вызовы компетенции, вот здесь вот есть информатизация общества, глобализация, транспарентность, информационная прозрачность, отсутствие частной жизни. Это означает то, что сегодня в сеть выкладывается, в общем, абсолютно все, и вы, и я. Сейчас можно сделать фотографию. Здесь меня, сейчас кто-нибудь из коллег меня фотографирует, вложит сеть. Вот сегодня у нас такой спикер, и это уже там где-то начнут комментировать, и все об этом уже узнают. Дальше Facebook уже узнает мое лицо, отметит меня на фотографии. И какие-то друзья мои или друзья друзей тоже это увидят. И в этом смысле какие компетенции сегодня будут важны ребятам? Ну, то есть вот умение вот в этом цифровом мире ориентироваться и, возможно, предпринимательство, умение монетизировать какие-то свои возможности. Так что ли? То есть умение вот на рынке этом труда присутствовать и показывать свои умения, объяснять людям. Для этого уже нужны коммуникативные компетенции, чем вы можете полезны быть либо в их бизнесе, либо вообще просто людям. И уметь использовать вот этот вот канал цифровой, в том числе социальные сети, для рекламы. Себя, не знаю, не себя, а своих возможностей, своих услуг. Вот это новое такое умение работать, иметь свои аватары, что ли, если хотите. То есть иметь отражение себя вот в этом цифровом мире, который будет работать на вас. Вот это такая очень интересная компетенция. Не все это умеют, и, наверное, если ребят смогут это сделать, это будет здорово. Так, спасибо за ссылки ресурсов, проще знать, где взять. Спасибо, учитывая свои наклонности тогда. Развивать свои компетентности, Екатерина, учитывая свои наклонности. Ну, наверное, да. Первое, нужно эти свои наклонности или склонности, по-другому можно сказать, узнать, понять, что же это, какие у меня есть особенности. Особенности – это всегда отличие от других людей. И вот здесь не должно быть мифов. Это школьники самостоятельно сделать не смогут, только в общении с кем-то. Только в общении с кем-то. Лучше еще и со взрослыми людьми, которые будут где-то гарантами того, что у них будет меньше мифов. Ну, при хорошем стечении обстоятельств. Так, Екатерина пишет, хотим продолжение темы вебинара. Значит, ну, коллеги, мы можем где-то и продолжать, но в самом начале я дал ссылки на какие-то ресурсы, которые тем, кому это интересно, могут углубиться в эту тему больше. Коллеги, если вопросов нету, я сейчас вижу, есть какой-то небольшой, значит, комментарий, то, наверное, будем с вами заканчивать. Я еще раз поздравляю с наступающими праздниками, с наступающими праздниками весны. Желаю весельного настроения, успехов в вашей профессиональной деятельности всем, вот, и умения нам всем работать вот с нашими подопечными, чтобы и у них все было хорошо, и у нас тоже. Ну, то есть взаимовыгодно. Успехов вам, всего доброго. Продолжение следует...